Папа Телевич, первая половина учебно-тренировочного сбора в Агамесе позади, ее венчала двусторонняя игра. Я хотел вас попросить подвести итоги этой половины, ну а потом по игре пару слов. Ну, то, что касаемо работы, проведенной здесь с 24-го, сегодняшняя числа, включительно микроцикл, этот пятидневный закончился двусторонней игрой, в принципе, я доволен той работой, которую ребята выполняют. Все то, что мы наметили на данный момент, все мы выполнили в полном объеме, несмотря на определенные сложности погодные, все выполнили, все. И на данный момент я, игра, которую сегодня мы провели, те задачи, которые ставились на эту игру, посмотреть потенциальных новичков и восстановить игровые связи, все. Все эти две задачи, я считаю, что на данный момент выполнили. Я доволен тем состоянием, в котором на данный момент находится команда и те новички, которые у нас есть в составе на сегодняшний день. Самая главная задача игры сегодняшней была в том, чтобы посмотреть на потенциальных ребят новых, да? Вот как можете оценить, есть какие-то первые впечатления? Да, но вы обратили внимание, что игру мы проводили укороченно по времени, два тайма по 30 минут. И основная задача, которая ставилась, это вот именно посмотреть потенциальных новичков, потенциальных новичков. Все, что касаемо их, то на данный момент, на данный момент, в принципе, они произвели все неплохое впечатление. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но благоприятное впечатление все произвели. Поэтому они продолжат с нами дальше работать. И по итогам этого сбора уже в конце, после 5-го числа, двухсторонней игры 5-го февраля, мы определимся, кто поедет с нами на Кипр, а с кем мы расстанемся. График дальнейшей работы до 5-го февраля включительно будет аналогичным в первую часть? Да, так же все. Завтра мы проводим утреннее занятие, восстановительное мероприятие. И последующее все, так же все будет продолжаться, все в двухразовом режиме. Первое занятие будет технического характера, с мячами. И второе вечернее занятие, это беговая работа. Ту программу, которую мы наметили, мы должны ее выполнить. И она даст определенный функциональный фундамент, на котором уже будет строиться дальнейшая работа, специфическая работа на сборе в Кипре двухнедельных. Павел Путин Ильич, есть шансы, что Артем Бикетов появится в Дагомысе, он станет пойдем? Ну, все будет зависеть от его состояния здоровья. По информации клубного врача, пока у него еще температура. Температура, все его, как только, как только температура спадет у него, все, тогда доктор даст добро, и он появится здесь благо рядом. Он находится дома в Новороссийске, здесь рядышком, и все. Ну, конечно, для него это будет определенная проблема, все-таки пропустить основной сбор, где вот именно закладывается функционально. Ну, Артем, он такой профессионал парень, и все, я думаю, что он должен наверстать упущенное и набрать форму. Паша Степанец скоро будет в основной группе, судя по всему? Ну, сегодня уже первое занятие он проводил вместе с командой в тренажерном зале, и во время двухсторонней игры доктор разрешил ему легкую пробежку. Я надеюсь, что после выходного дня он уже будет работать в общей группе. Ну, и последний у нас остался Никита, Тимошин, ну, чуть-чуть подольше. С Никитой, да, с Никитой немножко сложнее все, потому что у Никиты после обследования медицинского выявлено повреждение связок голеностопного сустава, и здесь потребует более длительного времени для лечения и восстановления. Спасибо большое, папа, мне еще. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok